Это для фанатов. На всех континентах, в материках, есть даже на Южном полюсе, на полярной станции прогресс, люди занимаются на этом Макеваре. Сметая все на своем пути. Это вообще моя любовь. Наша сейчас как задача это пятнашку, догнать впереди ног, быстренько подбить впереди ног. Сдвигались, быстренько подбить впереди ног. Михаил Шилов, мастер спорта, пятый дан карате, врач, ортопед, травматолог. В боевых искусствах уже 30 лет. Знают о них, если не все, то очень многое. Тренер, файтер, аналитик. Для него БУГДО это не только практика, но и объект исследования. Более того, предмет активного эксперимента, поиска. И то, что называется, междисциплинарного подхода. Суть моих саморабот и деятельности моей, она лежит на стыке с науки и боевых искусств. Мы сохраняем технический арсенал, который в боевых искусствах был до нас, но способы и методики тренировок мы расширяем. В итоге достигаем очень высоких результатов. Это то, на чем я работаю. Это биомеханика, физиология, спортивная медицина и так далее. Конечно, показатели будут намного выше. Будет и скорость выше, и сила выше. То, что вы видите, это прикладное каратэ. Берется и перемалывается все. И ударная, и борцовская техника. Условия, приближенные к боевым. Максимально просто, эффективно, короче, реальней только жизнь. Все очень доходчиво, понятно, профессионально. И с медицинской точки зрения, и с точки зрения боевой подготовки. Сейчас гораздо спокойнее и увереннее себя чувствуешь. Нет никакого мандража. И, соответственно, это и в беседе, и в разговоре, везде это все помогает. То есть все, кто здесь занимаются, ходят туда не напрасно, потому что я считаю, что поднять пятую точку, это будет самое сложное в 44 года. Квинтэссенция метода Шилова – быть готовым дать моментальный ответ на любой вызов. Отсюда и подход к физике, психологии и методике тренировки. Максимальная готовность из ниоткуда не берется. Ее необходимо нарабатывать. Так появилась Макевара Шилова. Я разработал, прежде всего, методики подготовки. Ну, а для правильных методик подготовки потребовался немножко другой самый снаряд. Я его довел до ума, доработал. Похвастаюсь, что сам снаряд этот действительно за 20 лет, как он запатентован, завоевал весь мир абсолютно. То есть огромное количество мастеров боевых искусств из самых разных направлений взяли васяное вооружение, считают лучшей конструкцией, которая сейчас существует. На всех континентах, материках, есть даже на Южном полюсе, на полярной станции прогресс. Люди занимаются на этом Макеваре. Молок! Страховальный! Лосун! При этом боксер не забывает и про ударную технику, и по словам тренера, спортсмен серьезно прибавил силе и скорости удара. Макевар – это сердце каратэ, буквально с японского свернутая солома. Спортивный снаряд для постановки удара и набивки ударных поверхностей. Различных модификаций Макевар на Белом свете предостаточно. Но вот объединяющая традиции, функциональность и достижения современной науки появилась впервые. И как ни странно, в Иваново. Значит, Макевара портативная. Вот, портативная Макевара. Она старая. Вот этой Макеваре лет, наверное, 15 уже. То есть у нее все основания древние, только боек заменил. Но это штука вечная на самом деле. Она старушка, так долго служила мне, что мне ее не хочется выбрасывать. Она висела вот на этом месте. Я не снимал ее отсюда лет 10, наверное. То есть она висела под дождем, под снегом. Именно поэтому боек и не выдержал. Она бы вечно прослужила. Это не та вещь, которую люди покупают, как хлеб или булочки. Это не предмет необходимости первой. Во-первых, это для фанатов. Даже среди тех, кто занимается боевыми искусствами, карате, далеко не все юзают вообще Макевара. Далеко не всем нравится, ну не то, что таковы нравится, а далеко не все сам знают про мою. Хотя она широко популярна, там известна. В мире, наверное, те, кто на английском языке говорит, наверное, больше знают про нее. Это для фанатов. Это для тех, кто готов этому посвящать время. Потому что Макевара, она требует методичной самоработы. На ней нельзя поработать раз за неделю, потом бросить, потом долго позаниматься, потом опять бросить. Это ведет только к травме и разочарованию. На Макеваре надо работать методично. Практически каждый день, через день, может быть, может через два дня, но регулярно совершенно. О преимуществах Макевара Шилова можно говорить долго. Главное. Во-первых, долговечность. Одна жизнь, одна Макевара. Во-вторых, она настраивается, жесткость регулируется. Не зря второе имя Макевары Камертон. И, соответственно, над руками поработали, над ногами поработать. Голень, например. Мы можем жесткость повысить и бить ногами. В-третьих, проверено временем и мастерами боевых искусств со всего мира. А ни один снаряд больше не даст такой подготовки, что ваша рука, удар приходился как кастет. Это только эта Макевара. Все остальные Макевары, они не хуже, они не продуманы, понимаете. Если вы действительно хотите поставить удар на убой, вот то, что называется ударом, быть уверенным в ударе вот на 200%, чтобы при любом своем состоянии, при любых кондициях, вы ударом по корпусу человека сложите в нокаут. Вот Макевара Камертон идеально для этого подходит. Это очень хороший снаряд, и я его однозначно всем рекомендую. Все, пока. С вами был Бадюк Сергей. Мы пойдем бить рожи друг другу. Макевара Шилова – это клееный дуб. Еще тучи хитростей и авторских изобретений. Конструкция по своей незатейливости близка к гениальной. И вот эта простота, помноженная на методичность, дает результаты удивительнейшие. Людям ставлю удар, сам силу приема от нуля до 600 кг. Это можно померить на Макеваре динамометром все за один год. При этом не покалечив руки, поставить такой мощный удар. Ко мне приезжают тренироваться и боксеры, которые хотят улучшить силу удара, и вот и мы, ребята, кто занимается. Ну, так вот. На данном этапе в мире несколько тысяч Макевар Шилова. Учитывая эксклюзивность и специфичность изделия, результат более чем впечатляющий. Перефразируя Кабая Сиесу, казалось бы, доска доской, но... Формируя и сохраняя дух боевых искусств, мы переносим его на все сферы жизни для того, чтобы достигать любых поставленных перед собой целей, сметая все на своем пути. В рамках того, за что потом не будет стыдно. Мало про что можно сказать. Сделано в Иваново. А потом добавить. Лучшее в мире. Теперь у нас появился еще один повод для гордости. И еще один путь самосовершенствования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова